Всем привет! На Байкале мне очень понравилась снасть, джигит плюс малек и бычкоин. Мы тогда ловили Хариуса и Налима. Если кто не видел, обязательно посмотрите эти серии. Сегодня я решил попробовать на эту же снасть половить окуня. За это время лед очень сильно вырос, но не настолько, как на Байкале. Так, вот та самая снасть. У нас в самом низу джигит и два малька, которые также производитель называет пыздрик. Но мне это слово не совсем нравится. Пусть просто будет малек. В этот раз я, отступив от своих обычных рыбалок, ничего на него не подсаживаю. Никаких там неопарышей. Вот тут видно все, да? Просто чисто на сухой. Первая лунка. Сейчас проверим глубину какая. Что у нас тут с глубиной. Ну все, глубина достигнута. Немножко по дну постучим, по старой привычке исключительно. И подниму пару оборотов. У Санчеса в это время дуплет на балансиры мухи. Ну и опять тишина. У меня пока просто тишина. Так, вот эта глубина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь метров глубина. То же самое, что на Байкале. Так, ладно, я сейчас попробую поменять, попробую поменять снасть. Поставлю внизу бычкоина. Какая у меня тут красота образовалась-то, а? Есть предположение, что окунь не активный и разрозненный. Поэтому нужно его собирать. И первоначальный мой вариант с джигитом не совсем сработал. Поэтому я поставил бычкоин и те же самые два малька. Бычкоин погружается не в пример лучше, чем джигит. Потому что вес у него больше. Ну и он должен лучше приманивать свою рыбу. И он очень сильно похож на бычка, на мелкого. Который является тоже кормовой базой окуня. Поэтому я думаю, все получится. Все, дно достигнуто. Ага, я вот чувствую хорошо, стучу прям по дну. Опа, поклевочка. Еще одна была. Хе, странно. Вот он. То что такое, не цепляется и все. Поклевок нет. Значит, скорее всего, здесь просто окуня нет. Пойду борить дальше. Новая лунка. Бычкоин. Два малька. Так, поправить у маленького надо чуть-чуть. Все, поехали. Давай, не подведи меня. Основная задача проверить, может ли малек, джигит и бычкоин стать универсальной снастью для ловли разной рыбы. Вы как считаете, вообще, бывают ли снасти универсальные? Я вот до недавних времен считал, что нет. Чтобы подхариваться, одна нужна снасть. Одна лима, другая. Что-то было. Опа, есть. Вот она. Пошла мазута. Так, смотрим. Кто у нас сегодня сработал. О, бычкоин. Ну, не совсем сработал так, как должно было быть, но все-таки сработал. Подцепил, забагорил. У меня тут по старой привычке остался флюрокарбон. С байкальской рыбалки на леске на муром менять его не стал. На самом деле, окунь все равно, какая леска. Это уже не раз проверено. Проверено, а вот флюрокарбон, он тоненький, он путается, конечно, сильно. Можно было поставить что-нибудь более жесткое. Шевелешь, идет. О, сработал малек. Пыздрик, так сказать. Бытует мнение, что вот эти вот силиконовые приманки, что они совсем не рабочие, такие вот, без хвостиков. Но на самом деле, все познается в сравнении. Собственно говоря, что сейчас происходит. Он шевелится сразу. О, прям, видали? Рыба однозначно появляет интерес к этой приманке. Потому что это очень сильно похоже на ее кормовую базу. Что вот эти мальки, что... Вот опять сработал малек. Малек сработал. Малька два одинаковых, но один пониже, второй повыше. Работает все только нижний пока. Верхний пока не хочет работать. Возможно, бычкой, в данном случае, играет роль соперника по еде для рыбы. Плавая внизу, и охотясь за мальком, он провоцирует окуня именно на атаку. Хоть не съем, да кусаю, как говорят наши друзья с Украины. Хе-хе-хе, клянул, но не взял. Есть опять... Но кто на этот раз? На этот раз у нас... Бычкоин! Бычкоин рулит... Двумя мальками. По крайней мере. Я вижу так. Оп! Опять есть. Бычкоин! Опять бычкоин. Красавчик. Не крупный, но... Все равно красавчик. Он здесь весь такой. Есть. Шарик на бычкоин. Почистить лунку надо. Сейчас я не полезу так. Вес у бычкоина небольшой, поэтому шуга в лунке, она ему немножко мешает. Спокойно заходить. Ну почти с ним проблем. У всех есть серпалки, всякие разные там поварешки, у кого что. Я с собой ничего не ношу. Я предпочитаю укладиться минимумом на рыбалке. Потому что вам еще приходится таскать с собой камеры, квадрокоптеры иногда, подводные камеры, штативы. Ну и лишний вес он не нужен. Вообще бычок это придомная рыба, соответственно окунь должен... Значит это бычок, потому что на дне по дну плавает. Ну вот на Байкале мы ловили бычков при глубине 35 метров. Мы ловили его примерно в районе 3-5 метров от льда. Там байкальский бычок совсем другой. Он большой, с красивыми крыльями. Здесь именно байкальский бычок. У нас конечно братские такие монстры не водятся. Бычкоин. Бычкоин. Поглёвочки идут. Взять какой-то мелкий акушерик там долбит. Вот. Есть. Сейчас посмотрим. Кто в этот раз. Эх, сошел. Вот скотина. Ах. Вот. Есть. Ну, бывает что. Не все коту масленица. Уже масленица прошла. Да и ведрый кунь кот. Сегодняшний эксперимент показал, что ловить на бычкоина и малька можно. Даже в глухозимье на нее окунь очень неплохо реагирует и клюет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно жмите колокольчик, потому что мы обязательно вам покажем что-нибудь новое и интересное. Всем пока.